Привет всем! Век англицизмов в русском языке, иначе такое обширное внедрение новых слов и не назовешь. Многим людям приходится постоянно гуглить значения непонятных им слов. В данном видео разберемся с тем, кто такой инфлюенсер, говоря простыми словами. Слово инфлюенсер происходит от английского influence, что в переводе означает влиять, воздействовать, если это глагол, или влияние, если речь идет о существительном. Но по правилам английского языка для обозначения человека суффикс r прибавляется именно глаголу. Путем такой нехитрой манипуляции получаем to influence плюс r равно influencer. Можно было бы сказать, что это влиятель, но такого слова нет. Поэтому имеем следующие варианты перевода. Влиятельное лицо или человек, оказывающий влияние. И это великолепно сходится со значением слова. Инфлюенсер – это пользователь социальных сетей, имеющий большую и податливую аудиторию. Под социальными сетями подразумевается в данном случае практически любой интернет-сервис с возможностью вещания. Блоги, видеохостинги, обычные социальные сети, мессенджеры с возможностью создания каналов и тому подобное. Суть в следующем. Блогер, то есть автор контента, имеет возможность влиять на огромное количество своих подписчиков, которые к нему прислушиваются и верят всему сказанному им. По смыслу слово «инфлюенсер» схоже с термином «лидер мнений». Лидер мнений – это человек, который имеет высокий социальный статус и обладает куда больше информации, чем его последователи. Поэтому он оказывает на них существенное влияние в трактовании и понимании смысла общедоступной информации. Говоря простыми словами, инфлюенсер – это интернет-пользователь, который может повлиять на множество других людей, их поступки, решения, мнения, действия в конкретной ситуации и так далее. Казалось бы, обычный блогер с большим количеством подписчиков. Но стоит только подумать о возможностях его использования в каких-то своих целях, как становится понятно, что он может быть либо выгоден, либо опасен, либо еще что. Например, инфлюенсер может спровоцировать акцию, может массовые беспорядки, может обратить внимание людей на проблему загрязнения мусором лесов, он может порекомендовать товар, который сам бы не купил, но за денежку убедить своих подписчиков сделать это. Инфлюенсер может раскритиковать какой-либо бренд или наоборот, похвалить его. И если он один из самых влиятельных блогеров в этой тематике, то репутация компании может взлететь вверх. В стране блогера, разумеется. Или наоборот, упасть ниже плинтуса. В результате продажи товаров или услуг могут провалиться, а компания разорится. Или уйти с рынка в этой стране, если она международная. Не стоит забывать, что помимо прямых подписчиков, есть и сарафанное радио. Поэтому инфлюенсер, по сути, формирует мнение не только у своих подписчиков, но и у многих их друзей и родных. Подводя итоги, хочется сказать, что не нужно недооценивать тех самых блогеров с интернету, особенно тех, что имеют миллионы лояльных подписчиков. А на этом у меня все, буду признателен, если оцените данное видео.